Приветствую дорогой зритель. 25 лет назад в семье неженцевых родилась девочка, которой было суждено пройти очень долгий и трудный путь из-за своей внешности. Имя этой девочки Катя и вот в чем собственно обстоит все дело. Беременность мамы Кати была легкой, все анализы и УЗИ показывали, что малышка полностью здорова и развивается согласно нормам, и только в роддоме врач и акушерка, которые первыми увидели ребенка, были в недоумении. На их лицах читался страх и непонимание. Ирина, мать девочки, потребовала показать ей дочь, а когда увидела, чуть не потеряла сознание. Через несколько дней женщине объяснили, что у девочки редкое генетическое заболевание, прогерия. К сожалению, лекарств от него не существует. Как правило, дети с таким диагнозом не доживают до совершеннолетия, но благо у Катеньки была облегченная форма болезни. У нее, старело, только лицо, а тело и органы развивались соответственно биологическому возрасту. Отец малышки не выдержал такого удара, он не смог смириться с тем, что его дочь не такая, как все и ушел. Ирина Неженцева стала воспитывать девочку одна. Многие советовали написать отказ от ребенка, отдать ее в детский дом, но женщина даже не слушала такие советы. Она делала все, чтобы ее малышка не чувствовала себя особенной, а жила как и все дети. Первые трудности начались уже в детском саду. Дети не воспринимали Катю, постоянно смеялись и тыкали пальцем, задавали некорректные вопросы и унижали. Сначала девочка очень болезненно воспринимала такое отношение к себе, все время плакала и обижалась, а потом все-таки смогла принять себя и свою внешность. Тогда она решила завоевать людей не внешностью, а умом и добротой. У нее появились подружки и друзья, единственное, что беспокоило девушку, так это ее неудачные попытки наладить романтические отношения. Все изменилось в 2011 году, когда Екатерину пригласили на передачу к Андрею Малахову и там опытные хирурги пообещали помочь ей стать чуточку красивее с помощью пластической хирургии. Катя заметно похорошела. Благодаря внешним изменениям девушка смогла наладить личную жизнь и она вышла замуж. Вскоре у пары родились двое сыновей, младший, к сожалению, унаследовал мамину болезнь. Сейчас 26-летняя девушка, с лицом бабушки, больше не общается с журналистами и она закрыла личные странички в социальных сетях. Екатерине пришлось пройти долгий и тернистый путь, чтобы наконец-то обрести счастье и принять себя. Ни диагноз врачей, ни насмешки сверстников не сломили ее и она смогла выстоять. Спасибо за просмотр, если вам понравился ролик, ставь лайк. И не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, видео выходят каждый день.